Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. На календаре у нас 7 сентября, четверг, день заседания Европейского Центрального Банка. День очень важный для всего спектра финансовых рынков, не только для евро, которые, разумеется, первым отреагируют на то, что будет обозначено по процентным ставкам и то, что мы слышим в ходе последующей пресс-конференции председателя ИЦБ Марио Драги. Сегодня именно статус основного катализатора берет на себя главный валютный риск. Об этом ни в коем случае не стоит забывать, даже если вы не интересуетесь тем, что происходит с евро и обращаете на этот актив только постольку поскольку. Сегодня нужно изменить своим правилам и все-таки понимать, что именно будущее поведение евро скажется, опять же, на поведение всех финансовых инструментов. Есть несколько, опять же, позиций того, что мы можем сегодня услышать. Мы попробуем обсудить их, собственно, все, которые присутствуют. Вы выберете для себя наиболее предпочтительный сценарий. Я скажу тот, который больше все-таки вероятен, исходя, опять же, из моего субъективного подхода и видения о складывающейся ситуации. В любом случае, я уверен, что у вас также есть своя позиция на то, что происходит. Поэтому, как и всегда, настоятельно даже не рекомендую. Прошу, если разделяете другую точку зрения, вы высказываетесь на нашем канале на YouTube с аргументацией, потому что, ну, в принципе, это должно быть, чтобы чем больше мнения, опять же, тем больше вовлеченность всеобщего обсуждения и тем больше возможностей для того, чтобы выйти на конкретную, скажем так, золотую середину. То самое решение, которое непременно может привести нас к тем результатам, на которые настраивается каждый трейдер, который начинает вести свою спекулятивную деятельность. Это получить доход. Сегодня рынок нам даст возможность увидеть серьезную волатильность, но, опять же, все будет зависеть от нас. Можем ли эту волатильность мы конвертировать в те показатели дохода, которые нас бы устроили. Про EBR мы сегодня поговорим, уделим больше времени, чем всегда. Специально оставил я напоследок, прям под прелюдию, опять же, под ЕЦБ. Заседание состоится сегодня в 14.45. В 14.45 по московскому времени мы увидим процентные ставки по депозитам и ключевую ставку рефинансирования. И спустя, получается, 30 минут, точнее 45, после этого 15.30 по московскому времени будет вещать Драги. Сразу хочу сказать, что именно на его выступление отложено, скажем так, самое интересное движение, потому что по ставкам, конечно, все без изменений, но вот перспективы денежно-кредитной политики, вот это будет сразу отвечать на все вопросы, которые накопились у трейдеров. Ладно, подойдем еще к евро. Давайте начнем с нефтянки, которые реализуют альтернативный сценарий, который присутствовал, который мы допускали при определенном развитии событий. И этим определенным событием было, собственно, очередное продолжение именно баталии с ураганами. В данном случае после, собственно, Харви у нас сейчас основным фактором, который способен привести к еще большему грибитному движению, уже поступает ураган Ирма. Мы ждали, следили за развитием событий, как он, собственно, набирал силу, как он менял категории. Сейчас, как вы знаете, он достиг наивысшей категории. И что еще важно, участники рынка действительно начинают обсуждать, что именно этот ураган уже приведет к перебоям не только в работе нефтеперерабатывающих заводов, а может быть даже окажет больший эффект тотальный, скажем, эффект на показатели нефтедобычи. То есть традиционно, когда мы с вами обсуждали Харви на протяжении всей прошлой недели, даже чуть больше, мы говорили, что основной урон нанесен именно нефтеперерабатывающим заводам. И если это так, то мы можем готовиться к определенной тенденции, может быть, пока что локальной, но все равно какой-то тенденции роста запасов нефти. А динамика по росту запасов – это то, что еще больше подрывает надежды на ребалансировку рынка черного золота и позволяет, собственно, продавать активы. Эти идеи были актуальны на протяжении всей прошлой недели. Но вот с пятницы мы переключились на новое стихийное бедствие, и вот сейчас именно, к сожалению, опять же, для наших коротких позиций, я вынужден констатировать, что нам приходится снова ждать, когда это стихийное бедствие, собственно, будет отыграно на рынке, когда оно им минует, когда оценивается последствия, и рынок успокоится и вернется к прежним факторам такого же прежнего давляющего эффекта, связанного с по-прежнему очень высокими объемами добычи в Северной Америке, в России и на Ближнем Востоке. Вот так характеризуем эту тройку тех самых регионов, которые и усиливают именно сверхпредложения на глобальном рынке и не позволяют до сих пор, исходя из показателей добычи, все-таки сбалансировать эту среду между спросом и приложением. Вчера позитив, который присутствовал на рынке черного золота, который, в принципе, и стал причиной, по которой нефть уже топчется рядом с отметкой 55 долларов за баррель, это как раз ожидание потенциального влияния урагана Ирма на показатели добычи в США, а также оптимизм, связанный с тем, что нефтеперерабатывающие заводы довольно быстро на версии прежних показателей по загрузке. В общем, восстановив инфраструктуру, вышли, ну, в принципе, на те же самые уровни, которые мы наблюдали еще до урагана Харли. Хотя, собственно, эта инфраструктура только восстанавливается. Это не значит, что все НКЗ сейчас работают на прежних максимальных показателях загрузки. Нет, вот последние цифры на 5 сентября. Простой, опять же, переработки по-ближнему составляет весомые 3,8 примерно миллиона баррелей в день. Это примерно 18% всех объемов переработки. При этом на пике урагана Харли мы видели простой чуть ли не в 4,5 миллиона. Ну, то есть, сейчас действительно цифра уже меньше, чем было. И все равно у нас есть еще надежда на один отчет. Это отчет от инвестрации политической информации, который может просигнализировать и указать на то, что запасы резко начали расти. Ну, в принципе, это логично ждать такую статистику. Тем более, что вчера у нас была оценка американского сетчатого нефти. Я не знаю, следили вы за отчетом или нет. Ну, если нет, говорю, то что запасы выросли на 2,5, почти, по-моему, даже на 2,7 миллиона. И, может быть, в любой другой обстановке, если бы у нас не было столько причин говорить о ураганах, о тропических штормах, может быть, эту статистику мы бы стали использовать, как используем отчеты DPEG перед Non-Farm Parallels и позволили себе, опять же, настроиться на то, что администрация политической информации покажет схожие цифры и смело можно продавать нефтянку. Ну, рынок вчера проигнорировал статистику от американского института нефти. В принципе, ситуация может повториться и сегодня. Если действительно вот этот природный катаклизм сейчас занял все умы, и все, кто не анализирует, опять же, то, что происходит на рынке, сейчас долгосрочные факторы закинули прозапас на второй план и работают с тем, что сейчас на нем присутствует. Еще был один локальный позитивный момент, ну, уж не знаю, я вычитывал его на Бомберге, при этом каких-то официальных подтверждений я не нашел о том, что якобы министр энергетики России Александр Новак сделал заявление о том, что Россия по-прежнему держит дверь открытой для обсуждения возможностей продления действий энергетического факта. Ну, что-то мне не верится в это, учитывая показатели исполнения обязательств российской экономики, по уходам сейчас находятся на минимальных значениях с времени вообще действия этого факта, то есть конца 2016 года. И уже Россия месяц назад, мы с вами делали акцент на эти заявления, отмечала то, что на ноябрьской встрече ОПЕК могут подняты быть вопросы о том, что вообще-то эти действия свернуть и соглашение по снижению добычи. Ну, может быть, этот фактор тоже вчера остал поддержкой для нефтянки, хотя это только лишь тот фонд, который идет следом за основными, скажем, катализаторами, которые я назвал. Сегодня, друзья, у нас администрация энергетической информации, ждем эту статистику по аналогии, опять же, с реакцией рынка на ОПЕ. Можно предположить то, что и эти данные будут проигнорированы. Если так, то Brent будет тестировать 55 долларов за парень. Если все-таки запасы РФ растут на цифру, на уровень не меньше, чем от Американского института нефти, может быть, мы ведь тоже дадут о себе знать. Самое главное, наши долгосрочные прогнозы остаются неизменными, потому что Харви мы с вами обсуждали неделю, Ирму, собственно, будем обсуждать, ну, скорее всего, тоже не больше недели. Потом вернемся к старым, добрым, негативным моментам, которые еще, скажем, неделю назад практически затащили Brent ниже отметки 50 долларов за баррель. Рубль реагирует за тем, что происходит на рынке черного золота, 57.30. Сейчас, ну, понятно, действуем в соответствии с поведением нефти, и ждем, как и раньше, по паре доллара, рубль 60. Доллар японская иена. Можно рассмотреть то, что происходит с долларом в связке с тем, что творится на мировых фондовых рынках. Вот вчера я касался темы того, что американская фонда, в принципе, находится сейчас под давлением, это динамика характерна для всех финансовых рынков, фондовых рынков и развивающихся рынков. Почему? Потому что есть целый комплекс, опять же, факторов, которые явно ухудшают настроение. Ну, во-первых, это внутреполитические проблемы, которые связаны с вопросами повышения лимита потолка государственного блока в США. Потом это и, собственно, ураганы, которые мы уже, обсуждая то, что происходит с нефтью, коснулись этой темы. Это действительно ущерб для национальной экономики, ущерб, который может стать причиной, опять же, определенного влияния на позицию американского регулятора по процентным ставкам, может стать причиной более плохих макроэкономических отсчетов по снижению показателей занятости. Но эту тему можно развивать долго. Пока что просто имеем в виду то, что это, конечно же, негативный момент для экономики. Это геополитические риски, которые все еще идут как бы фоном, резонансом, связанным с испытаниями водородной бомбы, которые были проведены в Северной Корее еще минувшие выходные. Сейчас все пристально следят за тем, будут ли другие регионы, которые болезненно реагировали правильно на факт активной позиции Северной Кореи по разработке ядерного оружия, реакциями по каким-то ассансам, которые могут быть наложены на этот регион. Еще негативный момент у нас был вызван с осерии слабых данных, вот производственный сектор, о котором я говорил также днем день назад. И последние сообщения, которые тоже не учат, а настраивают на покупки, и в целом создают присутствующий такой потенциал негатива для мировых фондовых рынков и для доллара, это решение лица-председателя американского регулятора Стэнли Фишера подать в отставку. Собственно, покинет он свой пост, как было отмечено им же в середине октября, по личным причинам. Скажем, исходя из письма, которое было отправлено Трампом, следует такое решение. Ну, не то чтобы рынок активно отреагировал на это, поскольку все-таки Стэнли Фишер это явный, собственно, друг Джанет Йерин. Позиция Джанет Йерин тоже нам уже ясна, поэтому его отставка на ближайшие, скажем, месяцы на позицию ФРС точно не повлияет. Потом уже будет зависеть от кадровой перестановки, которая произойдет, и от той позиции, скажем, того человека, кто займет сейчас его должности. Но в то же время, друзья, если вы следили за долларом, вы наверняка могли заметить, что под конец торговой сессии в отношении американца был еще такой спросовый момент, когда с отметок 108-70 мы довольно лихо вернулись в район 109-109, то есть больше 60 пунктов роста. Американский фондовый рынок также подрос. И причина это, скажем, решение, обоюдное согласие, которое было между Конгрессом, между, собственно, законодателями и Белым домом о продлении срока принятия решения по лимиту государственного долга. Если раньше это решение должно было последовать до конца этого месяца, то теперь его продлили до середины декабря. Разумеется, это не решение проблемы, потому что по-прежнему США на грани дефолта. Если это решение не будет принято, то он неизбежен. Но вы все прекрасно понимаете, что до дефолта дело не дойдет. Пока что выиграли время, и только так. Мы ждали, что ближе к концу сентября у нас появится вот этот мощный, позитивный момент для доллара, потому что достигнутое соглашение по повышению планки лимита, это, конечно же, позитив. Теперь нам приходится ждать снова больше времени, поскольку 4 месяца еще, ну, 3 месяца пройдет до декабря. Мы будем следить за развитием событий, за тем, как проходит обсуждение, и то, как рынок, опять же, закладывается по все возможные сценарии, связанные с повышением планки государственного долга от штата. По доллару это вот единственный позитивный момент, но он, правда, существенный, согласитесь, который стал причиной локального интереса к баксу. Тут же вытащил и индекс доллара с минимальных дневных уровней доходности трежинса, попала вверх, ну, боже, там, символичный прирост. Еще был и отчет по активности АСМ в сфере услуг 55,3 с 53,9. Это прекрасное значение, которое вдогонку идет к активности в производственном секторе от АСМ. И снова готовит нас к довольно неплохим показателям экономического восстановления. Ждем, пока рынок насладится игрой и уходом от, скажем, рисковых инструментов по причине воздушных геополитических рисков и сфокусируется больше на статистике, на экономическом уже фундаменте и позволит нам, собственно, придерживаться прежних позиций, это роста доллара. В отношении американца, если первые дни мы с вами все-таки допускали то, что рынок, ну, вряд ли сразу начнет покупать доллар, учитывая то, что заседание у нас, если бы было только на четверг, вот, то есть сегодня. Но первые три дня мы с вами бакс продавали, я думаю, что пора все-таки развернуться и сегодня поверить то, что драги станет причиной слабого евро, а слабая европейская валюта приведет к росту именно американца. Поэтому по доллару японской иене сегодня и, в принципе, до конца недели давайте поддержим длинную позицию, в данном случае каткосрочный трейдинг, именно в том же направлении, что и наши долгосрочные позиции. Дальше идем. Евро против доллара. Ну, здесь, я думаю, что, может быть, комментарии будут излишни, потому что знаю то, что европейская валюта, и вы тоже понимаете самый активный, самый востребованный валютный инструмент, который присутствует. И многие из вас уже, в принципе, настроились на то, как будут торговать перед публикацией ставки, по факту публикации ставок, перед, собственно, выступлением драги и после его выступления. Я хочу сказать, друзья, то, что сценарий в 2, либо евро вырастет, либо евро упадет. Ну, третьего быть не может. И в данном случае, что может способствовать укреплению европейской валюты? Ну, то, что Европейский Центральный Банк каким-то чудом действительно анонсирует сокращение программы количественного смягчения, скажет то, что экономика больше в этих инструментах, медитационного стимулирования больше не нуждается. Но я думаю, что даже не нужно разбираться в фундаменте, в особенности разбираться, в специфике того, что сейчас имеет место быть для европейской экономики, чтобы понимать, что такой сценарий крайне маловероятен. Второй сценарий – это уже другая позиция. То, что драги повторить то, что было отмечено им в ходе выступления в Джексон Холли. Я еще раз напоминаю, но надеюсь, что эти, может быть, напоминания излишни, но все равно для тех, кто только присоединился к нам или выпустил этот момент драги, уже дал понять то, что именно нетрадиционная поддержка экономики без прецедентов эти стимулы, они все еще в основу для стран ЕС и для того курса, который сейчас использует Европейский Центральный Банк. Об этом говорили и прочие представители европейского регулятора, которые тоже ссылались на еще низкие значения инфляции, то, что далек этот индекс от цели и, разумеется, прежде времени сейчас действовать через более жесткую инвентарную политику. У нас была целая серия отчетов, которые явно указывали на то, что слабая статистика является следствием более высокого обменного курса ЕФ. Мы понимаем то, что если сейчас драги не предпримет ничего, чтобы ослабить курс европейской валюты, ситуация только усугубится. Но и самое важное даже, можно не цепляться за секцию торгового баланса, за то, что происходит со настроениями национальных европейских фондовиков, как чувствуют себя промышленники, оценивают ли они столь же оптимистично, как и раньше, перспективы роста национальной экономике, исходя из высокого обменного курса, нужно ссылаться только на показатели индекса потребительских цен. И знать то, что если в ближайшем месяце, то есть еще 30 дней, европейская валюта будет держаться рядом с отметкой 1,20, это будет стоить показателю по инфляции еще от 0,1 до 0,2%, и тогда индекс потребительских цен будет уже насмещаться в район единицы, еще дальше от целей в 2%. Я уверен, что не, скажем, предвидеть все вот эти риски и драки просто не может. И, наверное, казалось бы, сейчас логично торговать через снижение, но бывают моменты на рынке, когда иного не дано. Поэтому в отношении того, что мы можем увидеть сегодня, ставки останутся неизменными. Это, собственно, как и во время прошлого заседания, 100% цена. А вот что касается выступления руководителя Европейского Центрального Банка Драки, пусть он и пересмотрит прогнозы по экономическому росту, да, экономика евразольно восстанавливается, но экономический рост – это не первоочередной мандат ЕЦБ. Первоочередным мандатом Европейского Центрального Банка – это борьба с низкими значениями инфляции. А для того, чтобы эта борьба была успешной, нужно, чтобы курс евро был ниже. Поэтому, друзья, я полагаю, что сегодня мы можем все-таки рассчитывать на то, что европейская валюта просядет, но нужно допускать риск того, что эта просадка будет не моментной, как вчера это было с решением Банка Канады. Я допускаю то, что по факту публикации ставок, и по мере подготовки к выступлению Драки, европейская валюта может уйти выше отметки 1.20. Но чем выше она окажется в этот момент, друзья, тем больше возможностей для того, чтобы получить максимум профита, потому что рынок должен будет развернуться. Где хватит, опять же, сил и уверенности, какого уровня дождаться, там продавать с отметки 1.20, либо, говорится, не подождать отметку 1.20.50, может быть, даже евро заберется выше. Это вам решать. Самое главное – позиционно под закрытие сегодняшней торговой сессии я рекомендую настраиваться на ослабление главного валютного риска. Фунт против доллара. Ситуация не меняется. Фунт держится выше отметки 1.30. И вот все те комментарии, которые мне довелось увидеть по тому, что происходит с фунтом, для всех большая загадка, почему фунт умудрился так высоко забраться, особенно учитывая последний слабый отчет по активности в сфере услуг. Но тоже, наверное, это недолго будет длиться, потому что, раз уж мы с вами обрисовали сценарий слабости евро и потенциального роста доллара, который станет реакцией на укрепление позиций европейской валюты фунт, тоже должен пойти, опять же, прицепом под этим трендом и оказаться снова ниже отметки 1.30. Австралийцы против доллара ниже 0.8, как мы с вами говорили. Локальный минимум вчера был на отметке даже 0.79, по-моему, 0.60. 0.50 – это 40 пунктов профита, конечно же, ерунда, но все равно вы должны здесь просто понять, что уровень 0.80 держится, и сколько бы раз мы его не тестировали, пока что на текущий момент у меня нет ни одного аргумента, чтобы сказать, что что-то изменилось, и у астралийцев будут шансы оказаться выше. Нет, учитывая то, что мы слышали от Филиппа Лоу, который возглавляет Резервный банк Астралии, низкие показатели зарплат, низкие показатели расходов домохозяйств, закредитованность – все это предпосылки для сохранения мягкой экономической политики. Поэтому будем торговать от этого уровня с Полькера, сколько нам еще выпадет шанс это сделать. Если это повторное тестирование произойдет сегодня, снова продавайте с этой платки. А где вы хотите получить профит? Ну, я думаю, для досрочного ориентира можно метить на отметку 0.77. Ну и доллар-канадец на десерт, который не так уж и приятен. Это вчерашнее решение Банка Канады по росту процентных ставок. На 25 байсных пунктов его подняли до единицы. Кстати, вероятность того, что такое решение могло быть озвучено, составляла чуть больше 30%. То есть рынок никак не ждал. Ну и понятно, учитывая реакцию падения молниеносного момента больше, чем на две фигуры, это и есть подтверждение доказательства того, что расчет у участников рынка был совершенно иной. Мне очень хочется сейчас копаться, опять же, в том, чем можно объяснить решение Банка Канады, потому что мы изначально настраивались на то, что Банк Канады, если и будет повышать процентную ставку, то не сейчас, потому что видели причины, за которых ему стоит подождать. Но Банк Канады, скажем, у себя на уме. Я думаю, то, что сейчас комментарии, почему это решение было принято, будут излишними, потому что сам рынок до сих пор этого не понимает, почему Банк Канады так торопит, собственно, это делать. Как торговать канадцам дальше, я не знаю, друзья, потому что текущая динамика, она уже меня на самом деле пугает. Это три раза подряд я обжегся на канадца и довольно существенно. Мне просто даже, исходя из личного спятя, не хочется сейчас заниматься анализом канадца. Я оставил его пока что в стороне, хватает и других инструментов, на которые стоит обратить внимание. Когда лично мое отношение изменится в отношении канадца, я думаю, что мы снова включим его в наш привычный анализ, каждодневный, где мы разбираем ситуацию. Но пока говорить о нем больше не хочу. Из важных событий сегодня в 14.45 ждем ставки по Европейскому центральному банку по депозитам. Ключевую ставку спустя 45 минут после этого пресс-конференция Драги. Ну и еще предлагаю обратить внимание на статистику по запасам нефти. Вы помните, что из-за дня труда в США отчеты немного поехали по датам публикации. Сегодня у нас администрация энергетической информации представит свою оценку того, насколько выросли запасы бензина, нефтепродуктов, самой нефти и что произошло с показателями нефтедобычи. Для нас, для продавцов, локально это, да, тот самый фундамент, который может стать причиной корректности. Но я пока все-таки не стал бы рассчитывать на реализацию такого сценария, на такой исход, потому что нужно признаться, что ураган это то, что способствует уже росту котировок нефти. И до тех пор, пока он занимает умы всех и не сходится с новостных сводок, нужно смириться, что нам придется снова ждать, когда котировки бренда отыграют этот новостной фон и котировки тоже WSI и пойдут к нашей нижней планке, нашему ближайшему перевалочному пункту, это 50 долларов за баррель. Друзья, хорошей вам торговой сессии. Не забывайте то, что сегодня волатильность будет в разы превосходить то, что мы видели в последнее время, особенно по евро, я думаю, что по большинству финансовых инструментов. То, что мы готовимся к высоким показателям волатильности, это то, что сразу должно быть для нас восклицательным знаком повышенного внимания к финансовым рынкам, к тому, что происходит. И для нас самый лучший защитный механизм – это контроль рисков, минимальная загрузка по депозиту, уровень стоп-лосса, консервативный трейдинг и так далее. В общем, классика, которую вы наверняка знаете. Соответственно, завтра мы с вами увидимся, как и всегда, в 9.30, обсудим то, что произойдет сегодня в плане вот этой ожидаемой бакханалии на финансовых площадках, поговорим, как завершим неделю, ну и, собственно, будем готовиться к следующей петинетке. Хорошей вам торговой сессии, всего доброго, до свидания.